Тот редкий случай, когда без кооперации людям не обойтись. Донорство. Ежегодную медицинскую потребность в крови можно обеспечить только за счет добровольцев. Что людей мотивирует участвовать в этом? Почет, слава, небольшое денежное вознаграждение, альтруизм, конечно. Ответ настолько простой и естественный, что Анна Ботнева, медсестра по профессии, попросту растерялась. Наверное, это важно для людей. Это нужно. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Что двигает людьми, когда они хотят кому-то помочь. Конечно, для тех, кто постоянно живет в парадигме помощи другим, как Анна, многое становится привычным. А Вера Филимонова, которая работает в системе МВД, к мысли о взаимопомощи, о даче крови шла постепенно. По долгу службы насмотрелась на автомобильной аварии. Я смотрю, сколько происходит на дороге травм. Сколько людей погибает. И бывает даже потому, что просто не хватает банально плазмы и крови. А у меня группа редкая, четвертая. Я решила, думаю, моей тоже четвертой группой постоянно не хватает. Вот поэтому меня все подвигло. Совершенно удивительная история у Юлии Васильевой. Она сдает кровь, превозмогая страх. Несколько раз во время донации она теряла сознание. Ее никто не заставляет этим заниматься, кроме, может быть, и ее представлений о правильном и важном. Не первый раз у вас? Не, не первый, но у меня уже просто были потери сознания. Как же вы себя каждый раз преодолеваете, что так страшно, и вы все равно идете. Почему? Не знаю, наверное, гражданская ответственность. Акция «День донора», как правило, собирает от 60 до 80 человек. 100 в лучшие месяцы. В последнее время чуть меньше обычного. Заготавливаем кровь для больниц Московской области, для онкологического Московско-областного диспансера. Компоненты крови уходят по всем больницам нашей области. Говорят, что стать донором – это просто. И действительно, для этого не нужно ничего особенного. Никаких специальных документов или чего-то подобного. Но вот прийти к мысли о важности и необходимости подобного поступка трудно. Доноры помогают не просто другим людям, а потенциально и нам с вами. От беды никто не застрахован. Но вместе с ней справиться будет легче. Александр Иванов, Руслан Полянин. Новости Искровакт.